Здравствуйте! Меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором книги «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете». Сегодня я хочу дать несколько рекомендаций новичкам. Мне в свое время, на самом деле, очень сильно не хватало, наверное, поэтапности тех слов, которые я сейчас скажу. Но начну я с того, что вы, если заходите в интернет и начинаете заниматься MLM-бизнесом, сетевым бизнесом по-другому, но вы еще не занимались им никогда, то нельзя идти на уловки и на хитрость людей, которые говорят, что здесь супер просто легко зарабатывать деньги. На самом деле, в пирамиде, если вовремя, наверное, сорвать куш или в хайпе, то, возможно, может и можно заработать быстро деньги, но не факт, что вас в этом не уличают. Ну, а это уже статья в нашей стране. Ну, да ладно, не будем об этом. Я хочу сказать, что в предыдущем видео я говорила об обмане сетевом. Смотрите его на ютубе в подсказках. И сейчас я хочу напомнить лишь о нем, вы можете его посмотреть. А сейчас я двумя словами скажу, что не покупайтесь, еще раз повторю, не покупайтесь на ложь и обман, в котором говорят, что в сетевом супер, прям вупер можно легко заработать деньги. Нет, это огромный колоссальный труд. Те, кто говорит, это просто попусту манипулируют людьми, которые еще ничего не понимают в самом бизнесе. И каково же потом огромное разочарование, когда вы заходите в интернет, начинаете работать, и вы не видите обещанных денег. Об этом вы тоже можете посмотреть в мое предыдущее видео, смотрите в подсказках. Итак, мои поэтапные пожелания новичкам. Вы должны понять это и осознать. В конце будет резюме. Будьте готовы к тому, что успех может прийти не сразу. Вы должны поработать над собой, над своим имиджем, над обучением. И только потом успех придет. Будьте готовы к тому, что на пути к успеху будут предшествовать вам лично неудачи. Наверное, не было такого человека, который просто зашел, получил результат вот сразу, вот и до, особенно в сетевом. Поэтому помните об этом, пожалуйста. Будьте готовы полностью сконцентрироваться на достижении своей цели. У вас должны быть прописаны цели, вплоть до того, что берете ватман, бежите и цепляете на видном месте. Пусть кто угодно смеется, кто что угодно говорит. У вас должна быть прописана цель, и вы должны идти по воле к этой цели и к тому, что у вас внутри. Будьте готовы к тому, что ваше окружение будет против вашего занятия нового. Здесь много очень баталий на этот счет, но одно понятно и ясно, что многие против родные, муж, жена, там против этого всего. Потому что сами никогда этим не занимались. И они просто хотят вас уберечь от опрометчивых поступков. Вам нужно просто тет-а-тет, сесть за стол переговоров и рассказать, что вы видите, как вы видите, как вы хотите, чтобы вас просто поняли. Ибо кричать здесь не получится, доказывать что-то кому-то. Будьте готовы к тому, что вам придется меняться. И когда, знаете что, когда вы пройдете по этим шагам пяти, я хочу, чтобы вы сели, если вы не получили результата, вы сели сами перед собою и спросили, что я сделал выдающегося за это время, за последнее время. Что я дал людям, что я несу людям. Просто вы должны понимать, что повышать свою ценность просто жизненно важно и необходимо. Поймите то, что мы говорим здесь многие. Возможно, вы встречали мои видео, о которых я говорю, что постоянно нужно меняться, расти, продуктивность, повышать эффективность, свои навыки, возможности, лично нарасти. Почему? Потому что без этого всего вы не сможете существовать. МЛМ это, наверное, один из деятельностей, видов деятельности, это один из огромных трудных процессов, которые заставляют вас понять, прописав цели, как я сказала, повесив их на стенку. Вы при этом, при всем должны к этим целям добавить, кем я должен стать для достижения этих всех целей. Я понимаю, что у всех, у многих, у вас будут они просто ресурсами к достижению каких-то, ну, благ, которые необходимы. И ресурсными, то есть деньги, машина, это все факт. Но не забывайте, пожалуйста, кем вы должны стать. Потому что если бы все люди были на волне с нами, с МЛМ-предпринимателем, мир бы был совсем другим. Я неоднократно эти фразы, эти намеки читала у других гуру бизнеса, которые намного дольше в интернете и вообще в бизнесе, чем я. Поэтому, пожалуйста, помните об этих пяти важных нюансах, когда вы заходите в сеть интернет. И до новых встреч. Резюмирую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok